Команда Мауз Спортс, Оскар очень аккуратно проверяет окно, ну а Мауза выходят на точку А. Рейн пытается нашить сейчас игроков, выходя через яму. Олаф Мейстер через коннектор прошивает в ответ. Неплохо Сани получает, ну надо бы бомбу ставить. Крис Джей делает минус по Рейну, это очень важно было. И под смок пытается ворваться Олаф Мейстер, Крис Джей забирает еще одного игрока. Гардиан фраг в ответ, Крис Джей. Опять же минус, уже трипл килл для капитана. Три в два ситуация, бомба все еще не стоит, но у Керригана есть смок. И Ника, в общем-то тоже тот боец, который может перевернуть этот раунд. Делает фраг Ника, делает фраг по Оскару, как раз таки Крис Джей все еще это время фейкует. Крис Джей делает квадрокилл, в итоге Керриган против Робса. Робс взял бомбу, фейкует, выходит на Керригана, пытается отстрелить капитана команды Фейса. У него все прекрасно получается. 1-0 мышки, хоть и потеряли изначально одного бойца, выходят вперед на карте Дэймираж. Ну и естественно нас ждет Форсбай от одной команды и Калаши Галилы от команды Мау Спортс. Ну смотрим, что нам здесь предлагают фейзы. Керриган играет со скаутом, Гардиан также со скаутом, ЦЗшка 2 дегла. Ну, нормальный набор. У команды Фейс Клан для того, чтобы выиграть этот раунд, и мы знаем, что эти ребята с пистолетами очень опасны. Керриган уже поджимает мидл. В целом мы видим, что Мауза разыгрывает медленно Б-дом. Ну и вот он Стика, контакт в мидле, уже минус 50. У него Стика здесь играет на позиции Люркер, откидывает смок в окно. Но команда Мау Спортс пока не спешит открываться на Б-базе. Рейн стоит на борту, один пока обороняет точку А. Тем временем Сани выходит из подвала, чекает дигзаг и коннектор. Олаф Мейстер к этому не был готов, хотя тиммейты, скорее всего, предупреждали Олафа. Ну и Ника, как всегда, демонстрирует отличную игру с Дезерт Иглом, но и нивелирует пока что то преимущество, которое было у команды Мау Спортс. Кстати, обратите внимание, у Стика мало ХП, и вот он Крис Жей, который тоже имел около 30% здоровья. Вышли, тем не менее, мышки на точку Б. Б-плэнт никто не оборонял, ну что это было от Гардиана? Жестко. Это был прострел в голову со скаута, и вроде как Мауза заняли Б-базу, но сейчас могут проиграть. Стика делает фраг по Керригану, 2 в 3 ситуация, ворвался, Гардиан уже на бенч, он должен сейчас здесь тоже падать. Собственно, это и происходит, и вот он Нико с шарта, Нико уже сделал 2 кила, и его пока никто не фокусит. И сейчас он заходит в бокс своему оппоненту, какой тайминг, и он делает тут же что-то по Стику! Как же это жестко выглядит со стороны Ковача, Робс отвечает, фраг по Рейну один в один. Робс может такое затащить, он примерно понимает, где находится Нико, игрок команды Фейс находится за Эдвардом, и бомба при этом у Робса в руках! Робса прекрасный хэдшот, Нико все-таки умирает, и Мауз Спортс выруливает этот очень важный для себя раунд. Оставляет, конечно же, Фейс без денег, 2000 долларов, юспы от Фейс, ну и самый хороший бай у Мауз Спортс. Ну, близки были Фейсы, хорошая попытка, вряд ли они сейчас будут делать еще один Форс, просто отпустят, скажем так, команду Мауз Спортс вперед. По фрагам, по экономике, конечно, нет смысла здесь для обороны разыгрывать еще один Форс Бай, это слишком рискованно, и в целом чревато довольно большими проблемами. Ну и что у нас сейчас играют мышки? Три миддл, один люркер под А, один под Б, Оскар тут вообще с пистолетом пока просто вычисляют, увидел Керригана, открывается Оскар, дальше... Кстати, под Оскаром есть еще один оргазащита, Оскар о нем ни сном, ни духом, и, может быть, Оскара сейчас заберут, правда, живет до конца. Хороший коктейль Молотова в окно, Гардиана заставили выйти, ну и такое ощущение, как будто мышки знали, какой экономический раунд ждать сейчас от команды Фейс Клан. Потому что коктейль Молотова заруинил, грубо говоря, весь этот раунд, Рейн остается один против пятерых, играет с Дезер Циглом и вот-вот погибнет. Вот, Оскар уже заходит в спину и забирает этот Герейн на счет 3-0. Да, друзья, мы все это видим, насчет громче, тише, все, режиссер нашей трансляции, звукорежиссер, конечно же, занимается этим, и не волнуйтесь, совсем скоро все будет хорошо. Ну что, покупают Фейзы, тут понятно, после первого форсбая, эко-чистая ССП, и вот такой вот закуп стандартный, 4М-ки. АВП от Гардиана получилось у него все-таки подформить немножко на АВИК, правда, нет армора, но, тем не менее, мы знаем, Словак, в любом случае, конечно же, очень опасен со снайперской винтовкой, сейчас он играет в тикетбоксе. Ника действует в окне, и тут интересная комбина, от Фейзов они играют сразу два в шорте, то есть практически будет такая, если будет у нас война в медле, то здесь Фейзы могут выступить очень серьезно. Занимает мышки у нас область под окном, чекает, как обычно, коннектор, Рейн на ящике находился, забрал моментально Криса Джей, прилетает граната в окошко, но Рейн уже уходит, и преимущество в одного бойца за командой Фейсклаун. Кстати, они вместе с Олафом находятся вместе в комнате, Стика начинает нашивать по стандарту смок, но Олаф Мейстер читает подобные действия, и вот только сейчас решил, наверное, поменять свою позицию, хотя снова зашел. Стика с Ани стоят, ждут, при этом два игрока у команды Мау Спортс находятся в яме, ну и время-то поджимает, секунд 20, и, в принципе, нужно действовать в направлении планета, наверное. Кстати, Яма уже пошла. Заставляется, смотрит дефолт, прилетает флешка одна, вторая, но при этом Олаф не ослеплен, однако Стика его убирает, и все равно мышки пытаются очень грамотно раскомбинить этот раунд. Бомба ставится возле дефолта, Рейн не стал вылазить, потому как понимает, его, скорее всего, ждут, а вот сейчас выходит, минус Стика погибает также Робс. Сани один против троих, позиция не самая хорошая, нужно действовать, потому что в любом случае ковры, отлично, он делает две головы, он выходит на пол, и Сани тащит этот раунд. Вот как? Да как это произошло? Очень жестко. Но один в три, казалось бы, мертвая ситуация, чел стоит в коврах, алло, фейзы, что вы отдали, друзья? Такое, конечно, нельзя отдавать. И вообще ситуация была 3 в 5, Мауза вышли на А, пострелялись, свели это все к 3 в 3, поставили бомбу, остался Сани один против троих, в итоге это закончилось все вот такой вот жестью. Ну, Мауза показывает, что не просто так, они сейчас, в принципе, являются топовым коллективом, который выиграл, напомню, Старладер и показал очень достойную игру. Ну и в целом, ну, скажем так, очень сильный конкурент появился у Фейс Клан на поле Counter-Strike, команда Мауз Спортс, и даже они немножечко вот схожи по своему стилю. Ну и самое главное, та победа на Старладере, она, скорее всего, придала команде Мауз Спортс уверенности в себе, и сейчас они смотрятся на высоте против команды Фейс. Сани, ну, просто сыграл, не знаю, как бог ковры в такой ситуации, это одна из самых плохих позиций, потому что, ну, грубо говоря, все три игрока защиты могут фокусировать эту точку и легко справиться. Ну, как Сани сделал эти хэдшоты, как он затащил раунд, ну, загадка. Великолепная стрельба, уверенная игра, и в итоге Сани на коне. Олаф Мейстер под Б плентом умирает от Оскара, ситуация 3 в 5, мышки заходят на плент Б аккуратно, ну, и тут надежда на Словака вместе с Ника. Заходят сплитом Мауза на точку Б, два игрока в упоре у Фейзов, вот, ну, это надежда на них. Ну, здесь Ника, неплохо, всегда находит свой фраг, но, опять же, Оскар Сани делает минус в ответ, и Сани в огне забирает еще и Рейна, последнего игрока команды Фейз Клан. Ну, все, сейчас Фейзы должны отбить пяточки, пяточки, кулачки и сказать, и сказать, знаешь, типа, так, ребят, все, закончилось вот это все, хватит играться с этими пижонами, давайте им покажем их место на этой карте. Ну, это, наверное, первый хороший бай от команды Фейз все-таки. В первом бае они играли с эмками, тут есть две снайперские винтовки, есть откид, посмотрим, как сыграет Олаф с авиком и гардиан. Олаф, кстати, щелкает Сани, героя позапрошлого раунда, уходит назад на точку Б, видимо, поменяется сейчас с Керриганом, капитан команды Фейз уйдет, видимо, оборонять Зиг. Тем временем мышки идут на яму, и одного оставили Стика на центре. Тут вопрос, сумеет ли Стика справиться с Ника, если да, тогда гардиану придется не сладко на голове. Гардин, кстати, щелкает Лиса Джей, прилетает флешка, Робс убивает Словака, Рейн при этом на борту, через ковры никто не идет, и у Робса отличная позиция, чтобы взять этот раунд. Но он умирает от Робса, флешка не ослепила все-таки террористов. Вот это правда, нравится. Ну вот Рейн как-то не сам лучшим образом сыграл, он открывался, не было хелпы, и Робс его перестрелял. Ника отвечает, правда, по Оскару, тем не менее, для Фейзов сохраняется большинство. Три-в-два, Олфмейстер забирает Стико, и Робс последний внутри плента, шансов у него немного, тем не менее, он ставит отличный хештот. Вот уже трипл килл для Робина Кула, но Нико здесь не поколебим. Друзья, хочу напомнить вам, что если вы будете писать в чате счет, то я вас буду банить. Страшная смерть и кара ждет спойлерастов. А я хочу напомнить, что если ты хочешь новых эмоций от любимых компьютерных игр и стримов, добавь остроты с БК Лига Ставок и стань участником настоящих сражений. Продано! 5-1. Маус Спортс против Фейз Клан, АВП от Гардиана, и в одну снайперскую ментовку решили сейчас играть Фейза. Не сумели, видимо, подобрать второй АВИК, и довольно аккуратно в этот раз решили сыграть мышки. Мидл занимается очень медленно. Раунд не взяли, да, Фейзы, но потеряли при этом довольно много в экономике, и, соответственно, пришлось вот таким образом сейчас закупаться. Но Гардиан без армора, опять же, всегда опасен. Тут дело даже не в арморе, а дело как раз таки в наличии снайперской винтовки. Контроль мидла от Маузов. В принципе, можно выделить то, что бомба находится в центре карты. Один игрок под Ямой и Мауза что-то строят через коннектор, похоже на то. Уже заняли ледеррум, ну и здесь сейчас будет работа у Гардиана. Аккуратно подходят у нас все-таки мышки на позицию B. В итоге решили именно в этом направлении действовать. Команда Фейз пока что не совсем к этому готова. Вдвоем принимают один Зик, один на точке. При этом хелпа очень далекая. Ну и Рейн вроде как на Яме должен понимать, что никто не топает. И скорее всего это выход на B откидывает смок. Но до сих пор B обороняет один лишь Олаф вместе с Керриганом. У команды Маузспортс прекрасный шанс сейчас взять еще один раунд. Посмотрим, справится ли Олаф Мейстер с этой позицией. Оскар забирает нас с Гардиана. Выход на Олаф. Моментальный хэд. Гардиан. Извините, Керриган один на точке. Минус от Криса Джей. Ну и Рейн с Ника должны просто сейвить свои девайсы. Да, ресет экономики у нас сейчас будет для команды Фейсклан в следующем раунде. Это очень плохие новости. Не смогли ребята устоять против этой комбины, которая была в медле и завершилась выходом на точку B. Но здесь интересно. Мауза играли. Была видна задумка. Действовали они через одного люркера. И вот команда Фейсклан, играя... Вот ты заметил, да, что играют очень глубоко, закрыто. И в том числе в медле особо не дерутся за центр карты. Но пока они проигрывают свой глубокий дефенс. И команда Мау Спортс выглядит сильнее, как минимум, на данном отрезке времени. И забирает, собственно, шестой раунд. Вероятно, Фейзы будут закупаться следующим. Ника стоит у нас на Т-спауне, смотрит себе спину. Тем временем Рейн возле ямы готов принимать сейчас иппонентов. Но Мау Спортс особо не стали сейчас лезть на рожон. Не пытались находить своих соперников. И все сохранили свои девайсы. По 4000 у мышек денег хватает на 2, а то и 3 раунда подряд, если кто-то из мышек засейвит. Но команда Фейсклан смотрите, какие серьезные проблемы. Ребята дропают друг другу сейчас девайсы. Скаут Атолов, АВП у Гардиана. И далеко не факт, что этот раунд они сумеют затащить. Ну не факт, но команда Фейсклан всегда опасна в таком закупе. Но опять же, я сегодня подчеркивал, Мау За очень схожая команда в стиле. Тоже в меру агрессивная. С интересным капитаном, ярко выраженным, при том очень жестким капитаном. Ну и Керриган, мы уже видим, сидит на кресле. Поджал он здесь себе такой уютный уголок в Бэтдоме. Он занял, собственно. Ну и смотрим, вот что Мау За. Мау За играет максимально аккуратно, понимая, какая сейчас экономика у Фейсклан. Но при этом есть контроль медла. Опять же, просматривается подсадочка в окно с более поздним таймингом. Ну а Фейзы мы, видимо, расположились по карте 2-1-2. Ну и опять же, одна из самых ответственных позиций у Гардиана, который находится с АВП в окне. Ну стоит пока что Словак у нас, ничего не делает, собирает информацию, готовится отстрелить в любом случае мидл. Но пока Смок на центре стоит и ничего не происходит. Хотя Саня подлез, кстати, вплотную к Гардиану и, возможно, сейчас Саня будет красаться. Нет, Саня стоит, он думает, что его смотрят, хотя все не так. Выход на Б-плентус, кстати, Керриган. Стоит с чешечкой справа, его не проверили, Оскар на размене. Крис Жей просел, Олаф Мейстер реализовал все-таки свой скаут. Ситуация 3 на 3, Стика. Отличная позиция под 90, ловит Олаф Мейстер, Рейн и Гардиан. 2 в 3. Отличная позиция у Сани, он не дает Рейну залезть в окошко. И он пугает Гардиана, который должен постоянно обращать внимание на спину. Ну и тут, грубо говоря, Саня сейчас должен сделать всю грязь. Минус Гардиан, Рейн 1 против троих. Ты знаешь, вот очень хорошо, Мау, за... Катролят карту, четко понимают, что происходит. И более того, мне кажется, что даже они понимают, как расположена команда Фейс Клан по позициям. Фейсы пока проснуться не могут, они даже не стреляют. И игра пока складывается для них не самым лучшим образом. Ну, не знаю, что у нас сейчас у Фейс Офф. Наверное, особо такой нету. У них там в ближайшее время турниров. Ну, тут кто-то на ВЕСГе, вот Снатик на ВЕСГ поехали. А вот Фейсы вроде как нигде не принимают участие. У них сегодня еще, кстати, еще матчи в рамках другой лиги онлайн. По-моему, против Виртус Про они будут играть. Поэтому, ну, должна быть более-менее игровая форма. Ну и пистолеты. Сейчас у Фейс Офф, выход от Маус на точку А. Разобрали здесь Стика, Сани без проблем со своими оппонентами. Олаф настреливает по колбешке Стика, совсем чуть-чуть не хватает. Но в итоге Керриган все-таки доедает уже Стика. Керриган играет как раз-таки внутри плента. Ну и Олаф сделал фраг по Робсу. Вот такое эко, да, с голыми пистолетами. Но при этом, вроде как, довольно много нанесли демиджа Фейсы своим оппонентам. Олаф один с Юспиком, занимает голову, замечает игрока на сигарете. Олаф живет, видимо, патронов не было Олафа, подобрал еще один Юс, попадает сейчас в голову, кстати, Оскару. Но все-таки тот реализовывает свой П-250. 8 раундов команды Маус Спорс, это как минимум победа в первой половине. И еще 6 остается. Естественно, мы не видим, ну, какой-то хороший противовеса. Никакого пока что команды Фейс. И экономика очень плохая, и АВП в итоге нет, и все. Ну, может быть, сейчас мышки... Ну, нельзя даже сказать, что это будет сенсация какая-то все-таки. Чемпионы Старладдера. Да, это... Чаще будет звучать такая версия. Ну, это онлайн, это в середине недели игры, это очки. Выход, выход, выход на бэплэн. Стика забирает Керригана, погибает Аллафмейстер, минус Рейн, Гардиан и Ника остаются 2 в 4. Продолжай, Алексей. Ну, сори, я отвлекся, простите. Я отвлекся, я просто сидел на базе, ковырялся пальцем в глазу, и так чесал, чесал глаз, и раздумывал о том, как Фейзан все-таки выйти из этого текущего состояния, потому что оно, как мы видим, довольно плачевно. 9-1 в защите команда Фейз Клан пока ничего не может, тогда как, в свою очередь, Моуза играет в свою игру, играют, ну, не то что даже в свою игру, но как тут можно анализировать, если ребята все, что делают, все у них получается. Абсолютно, и не испытывает пока команда Моуз Спортс проблем. Следующая карта, друзья, напомню вам, карта Де Инферна. Не самая лучшая карта у Фейзов. Минус моментальный от Оскара. Рейн те времена забирает стика, ситуация 4 в 4. Мышки разменялись вместе с Фейзами, но при этом оставшиеся ребята за террористов решили не рисковать. Стоят на исходных позициях и ждут, возможно, аркады от команды Фейз Клан. Ну, Фейзы с пистолетами, у них первая армора, как мы видим, никто никуда не идет. Тут Гарден пытается проверить яму, но Робс держит все это под контролем. И ковры одновременно проверяет, и ямку. Кстати, поджимает все-таки сейчас Фейза эту позицию, и, наверное, Робс сделает все-таки свой минус. Ну, не знаю, что здесь Фейзы, конечно, чисто ситуативно по позициям могут переиграть своих оппонентов. Но вот Рейн, если бы сделал фраг по Робсу, может быть, все было бы неплохо. А так уже получается, что база практически открыта. Надежда на Гардиана, который в яме с красивым полосатым деглом не залетела. По-первых, есть информация, Гардиан понимает, что нужно менять позицию. Открывается, и опять же не залетает Оскар. Неплохой фаззум, без зума фаззум. Вы поняли, ноу-скоп. Вот и на джангве 10-1. Ну, по-моему, Маус решили сделать мираж вообще самой сильной картой в мире. Да, да, просто никто не берет больше двух раундов на этой карте у команды Маус Спортс. Помним мы серии Маус Нави, но вот теперь Левел Ап, Маус Спортси Фейс 10-1. А ВП от Гардиана и 4 Мки. В рейтинге ЛТВ Орг, там буквально было какое-то свежее обновление, Фейзы сейчас являются топ-1 мира. Ну, наверное, по стабильности, по силе, наверное, это так и есть. То есть пока мы видим, что слабые СК, команда Cloud9, победители мажора тоже не могут собрать раму. Ну и вот таким вот образом Фейсклан пока не выигрывая к Чимпы, к сожалению, пока. Но это пока, друзья, это пока! Я вам честно скажу, не волнуйтесь, рано или поздно результат будет. Это не точно. Кстати, у Оскара, ты видел новые перчатки, да? Такие симпатичные. Сейчас глянем. Фиолетовые? Нет, это, наверное, синие или это фиолетовые? Ну, какие-то синие, такие, синие, вот как постирал, полиняли чуть-чуть. Вот постирал, полиняли, знаешь, вот висели. Вот постирал там, взял красные трусы, бросил и перчатки синие. И оно в итоге перелиняло. И нож тоже заодно полинял. И АВИК. Вообще, ну какой-то Оскар. Где одевается, братишка? Кстати, АВИК у него очень легендарный. Этот АВИК Рисаджей на протяжении двух или трех лет, я вижу, такой ободранный Азимов. Тем временем, раскидка Аплента. Олаф Мейстер переселивает Саня, однако Оскар моментально на размене делает минус в той же позиции. Выход на Аплент от мышек. 30 секунд до конца. Ника на голове, Гардиан на сигарете. Именно от этих ребят все и зависит. Мауза все равно холдят. 20 секунд. Посмотри, как они выдержали этот тайминг и как они фейканули. В итоге, не ожидали выхода на Аплент. Оскар разваливает Ника, погибает Гардиан. Роб сделает хэдшот. Керриган и Рейн 2 в 4. 10 секунд. Тут щебомбать сразу становится. Фейкует, точнее проверяет до конца Аплент. Ну и Керриган с Рейном попробуют сейчас откомбетчить этот раунд. Ну в ретейке действует Финн Андерсон через тюкет-бокс. Рейн находит фраг по Оскару. Уже 2 в 2 ситуация. Керриган все еще... Нет, ну все-таки уже он вышел за фаербокс. Надо двигаться, надо двигаться. Ну сейчас Рейну. В итоге падает Керриган от Стика, который был на Тетрисе. Ну и у Рейна не так много шансов. Смог. Будет, наверное, попытка отморозиться за смоком. Ну одного он убьет, скорее всего. Сейчас откинет хэшку. И это шанс, я вам скажу. Рейн один на один против Криса Джейна. Крис Джей выходит, жмет по центру и досвидос. По-моему, смок все-таки не самый точный там лег. Может быть, видел сейчас игрок, где будет дефузить. Или Рейну нужно было немножко под другим углом встать. Потому что он на откате встал прям по центру этого смока. 11-1 против Фейз Клан. Мышки демонстрируют, как всегда, очень уверенный мираж. Богоподобный, как сказал бы Константин Сивко. Богоподобный. Богоподобный мираж. Не, ну друзья, 11-1 в атаке. Я считаю, что это, ну это, это красиво. Это красиво ушатывать фейзов. Тут, наверное, я бы уже направил русло нашего разговора в другую тему. Наверное, в тему там мотивации, да. Насколько сейчас команда Фейз Клан мотивирована. Не, ну я когда-то читал в Твиттере пару-тройку дней назад, что Guardian неделю не играл в КС после Катавица. И там буквально 2-3 назад запустил стрим, играл и разыгрывался. То есть даже звал, по-моему, своих зрителей там с ним поиграть. То есть после АМ Катавица фейзы совсем не тренировались, как мы видим. Но мышки, наверное, тоже, я думаю, успели отдохнуть. Ну, видимо, у этих парней он доходился. 2-3 на мышек на гараже. Вообще, видя то, какая карта играется, Вест-Оф-1 и Фейз Клан против Моузов. Конечно, ну, на Фейз Клан я бы точно не ставил. Что-то заработаешь по параме, в лучшем случае. А вот на мышек, да. Ну, опять же, как всегда, немного 2 рубля. О-о-о-о! Это раунд! Это раунд, да, друзья, это раунд. Второй, кстати, для Фейз Клан. Ну что, 2 еще зацепиться за защиту и потом тащить в атаке. Возможно, такой вариант рассматривать сейчас Фейз Клан. Но, опять же, денег очень-очень... То есть, закуп будет, да, но все очень тоненько. Минимум раскида, минимум по оружию тоже. Сейчас мы будем просматривать команду Фейз Клан. Ну и понятно, что у Моузов проблем с экономикой нет. Это раунд, который сейчас может снова заруинить экономику команде Фейз. И мышки могут выйти на счет 13-2. То есть, мышки заинтересованы, конечно, в том, чтобы сейчас поставить точку, ну, практически во всей игре. Если мышки раунд не берут, тогда все-таки какой-то шанс для команды Фейз появляется. Ну, команда очень скилловая, опытная и, естественно, несмотря на поражение крупное, в любом случае, в первой половине, я думаю, могут в любом случае такие ребята, как Фейз, еще собраться. С другой стороны, мышки, как мы видим, ну, пока что на высоте. Выходит аккуратно на шерте через яму, замечает КТ-спаун, какой спрей сейчас от Сани. Моментально Рейн погибает. Оскар щелкает Гардиана. Ситуация 3 в 5. И, если честно, команда Фейз должна уходить на сейв, потому что в следующем у них будет по полторы тысячи долларов. Да, 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 так и есть. Абсолютно верно, Сенечка, ты все правильно говоришь. Команда Фейз Клан должна уходить на сейв. Потому что ресет, потому что игра в целом не идет. Ну, не знаю, спасет ли этот сейв вообще, что делать команде Фейз, если у них вот, ну, совершенно ничего не идет. И опять же мы видим Мауза, только проиграли раунд. Тут же у них новое решение, свежее решение. Это три яма, контактный такой выход, очень интересный раунд. Ну, как интересный, известный, да, понятно, что он есть в пуле тактику любой команды на Мираже. Именно контактный выход на А. Ну, вот подобрали тайминги и решение, и вот сюда себя оправдало. 12-2, Нико все-таки сохраняет свой девайс. Но Нико здесь так сохраняет девайс таким образом, что бегает в медле и стреляет со своими оппонентами. Но, тем не менее, выживает. Команда Маус Спорт забирает 12-й, последний раунд в первой половине. И после этого мы меняемся сторонами и попытаемся построить новую историю. Команда Фрейс Клан, возможно, закомбечит при игре золотом. Посмотрим, получится ли. Гардиан с Авиком пока что на медле. Падает в подвал Олаф Мейстер. Должен услышать перемещение команды Маус Спорт, который находится под Б. Накидывают мышке огромное количество гранат. Олаф Мейстер думает, что мышки выходят. А не тут-то было. Они халдят и ждут. Тем временем Оскар чекает мидл. Там промахнулся только что Словак. И Олаф Мейстера легко команда Маус Спорт читает. Олаф падает. В меньшинстве начинает Фейз в этом раунде. И опять же команде Фейз нужно или делать засаду, или как-то пытаться прочитать соперника, где-то подпушить. Но мышки уже команда не того уровня, которую можно вот таким вот образом, как Ника сейчас пытается, наверное, запушить и затащить раунд. Да, мы видим, что очень грамотно отыгрывают Мауза. Получив преимущество, они не форсируют события. Хотя вот уже стакнулись на Б. И там только один Керриган. Проблемы могут быть у Фина Андерсона, но он с UMP внутри плента. Все-таки везет ему, он забирает Трис Джея, но в упор, опять же, ему уже вставляют практически Сани, который прилетел на плент. Ико, рефраг от него с шарта. Гардиан также здесь с АВП. Это очень может быть опасно, как же не попал Словак. И в итоге он все-таки каким-то невероятным прострелом забирает Сани. 2 в 2 ретейк, щипчиков нет. Рейн и Гардиан против Робса и Оскара. Стоит у нас Рейн под 90, замечает верх, видит дуло Оскара. И все-таки Оскар промахивается. Команда Фейз вытягивает еле-еле этот раунд. В меньшинстве находились Фейзы, но все-таки сумели затащить. Неплохо все получилось. Отличная работа, поздравляем ребят. Но теперь нужно камбетчить, набрать огромное количество раундов. Конечно, начинают с пистолетки. Если пистолетку не берут, тогда ноу-чанс и Инферно будет довольно быстро. Ну, смотрим. Пистолетка, наверное, пистолетка. Анти-форс-бай. Первый оружейный раунд. Это такой рецепт для возвращения в эту игру. Ну, а вы, друзья, как всегда, можете заказать камбэк, позвонив в камбэчную по короткому номеру 322, либо отправить смс-ку на тот же номер. И, не знаю, будет вам счастье. И надежда на то, что команда фейс-план вернется. Но в любом случае, в best of 1 на такой коэффициент я бы на вашем месте не ставил бы, в принципе. Интересно, какой коэффициент сейчас в лайве на фейс-зофф. 8,85 на фейс-зофф. 9. Ну, это реально. Мауза, ну, как бы, я не знаю. 9 на фейс-зофф. Мауза очень сильно играет в Мираж. Они здесь камбэк не имеют права отдавать. Хотя Мауза тоже уже показывали, что команда, у которой могут возникать, значит, такие проблемы внутри чемпионата, внутри игры. Они могут отдавать камбэки. И уверен, они никогда, ну, многие любители Counter-Strike не забудут камбэк команды QB Fire на трейне, на мейджоре. Как отдали со счета 12-3, по-моему, да? Вот. Ну что, друзья, как всегда, у нас традиционно небольшая пауза между сменой сторон. Мы уже возобновляем каточку. Поехали смотреть. Поехали. Юспы против Глоков. Матч в лайве. Фейзы должны камбэчить. Первые арморы у троих игроков. Гардиан с раскидкой. Ника с раскидкой. И диффузы, как обычно, у стиха. Плюс смок от игрока команды Маус Спортс. Рейн с бандой под одну буквально моменталочку. Выходят на плент А. Робс моментально накидывает хэт. Рейн падает. В меньшинстве моментально Фейс Клан. Попадает, кстати, по Робсу все-таки. Пуша. И хорошее хае. Влетает на лавочку Сани. Но он тут один. Крис Жей после опять же действует. Вместо того, чтобы сыграть вместе. А Оскар-то стоял под коврами все это время. Забирает Гардиана. Замечает Керригана. Неплохо его дымажит. Но при этом ответчик от Олаф Мейстера. Стика один против двоих. Стика пытается тащить. Но Керриган на размене. И это раунд для команды Фейс. Оскар буквально там был даже такой очень короткий промежуток времени. Когда он смотрел просто в спину трем игрокам. И не стрелял до последнего. Хотя может быть стоило, знаешь, выдержать эту паузу. А потом под шумок именно стрельбы своих оппонентов самому тоже попытаться в бок там напихать. Потому что на самом деле его могли там и не увидеть. Потому что команда Фейс Клан не прочекала. Очень неожиданная позиция под коврами могла сыграть для команды Му Спортс в этом пистолетном раунде. Но не сыграла. Стика там еще тоже неплохой хэдшот с вертушки поставил. Но раунд все-таки проиграли Мауза. Сейчас экономически с деглами. П-250 у Оскара. Ну и Фейсы заняли центр карты. Ну, возможно, стоило Оскару в этом моменте больше, наверное, общаться со Стика. Потому что Стика все-таки еще не был готов, когда Оскар начал стреляться. Ну, в любом случае, раунд взяли Фейс. Тем и интереснее, наверное, для нас игра. Все-таки без пистолетки. Пиши пропало. А так еще наверняка повоюют. Олаф с тиммейтами находится... Точнее, Олаф один под Б. Вот тиммейты пойдут через яму плюс ковры. И в коннекторе уже играет Рейн. Три человека у нас на Апленте. Оскар забирает все-таки Олаф Мейстер. Забирает Рейна. Как же здорово действует Мауз Спортс. Словили Фейсов по одному. Выход на Аплент от Фейсов. Но они втроем против пятерых. Это шанс для мышек. Да, но и Фейсам было бы неплохо откинуть какие-то гранаты. Но гранат-то нет. Только Молотов у Нику. Гардиан снимает Стику глубоко в шарте. Оскар приходит на Хелпу. Получает Молотов. Который, кстати, сейчас неплохо зонирует активные действия от команды Мауз Спортс. Но устанавливается Плент Керриганом. Робс делает выпав. Забирает Нику. Гардиан. Рефраг от него. Перестреливается с головой. 2 в 3 ситуация для Фейсов. Керриган пушит коннектор. Замечает одного. Второго. Но не попадает сразу по Крису Джея. Вот Санни. Отличная реализация Дезерт Игла. Керриган. Очень все печально и плохо. Минус. Капитан команды Фейс. Команда Мауз Спортс берет раунд. Кстати, помнишь, по-моему, мы с тобой смотрели финал. Нет. Ну что-то мы с тобой смотрели. И там была ситуация, когда один выходит на Б. Вот тут тупо такой же раунд. Там он еще рашил. По-моему, это Олаф Мейсер тоже был. Ну, Фейзе отдавали такой раунд, да? То есть это их вот раунд, да. То есть тут Олаф аккуратно как-то играл, но в любом случае погиб. А тогда он вообще парарашил, погиб, и потом все опять же вышли на А и тоже умерли. То есть вот такая ситуация похожая. И снова минус раунд от команды Фейс. Выводов не сделано. Да, выводов не сделали. И ты знаешь, мне кажется, что у любой профессиональной команды, и в том числе у Фейзов, в общем-то, тоже должны быть такие раунды. Может быть, они даже есть. Просто непонятно, по какой причине они их не играют. Но вот анти-форс-бай-раунды и должны быть некоторые страты. То есть типа, там, страты с маг-десятками, там, мы бежим, пушим. Там, страты медленно играем, там, например, контролим карту 3-1-1, стоим с калашами. То есть как-то так. И видно, что здесь тоже была страта, но она что-то не работает уже, как ты отметил второй раз. Оскар забрал Гаргана, ну, а Ника разобрал Оскара сейчас в ответ на центре. Но Рейн прокрался сейчас на Аплент, никто яму не осмотрел. Видимо, это косяк Робса, который умирает вторым за сигаретой. И команда Маус Спортс 2 в 4 раунд, скорее всего, отдаст Крижей. Минус от Ника, Стика 1 в 4. Играет с МПшкой, действует под Б, но это сейв второго армора и фармгана. Да, это уже переворот, в свою очередь, от команды Фейсклан. Но Мауза, я думаю, не сдадутся. Эта команда опять будет форсить. Уверен я в этом. Ну, и здесь пока не ясно. Но Фейзы вроде как настроены серьезно, да. Все-таки вот они могут, могут ломать определенные моменты. Но потом где-то уже, когда нужно чуть больше концентрации, они ее теряют и отдают форс раунды, как это было в прошлом. Но здесь уже было реализовано 2 калаша и 3 пистолета. В общем-то, Рейн большой молодец. Вышел на, сделал 2 фрага. Пятый раунд для команды Фейсклан. Сейвит по-прежнему стика. Не стал он. Это не бест оф 2, ребята. Это бест оф 1. Бест оф 1, два матча. За каждую карту вы получаете 3 очка за победу. 2 очка за победу на дополнительных раундах. И если вы проиграли на допах, то вы получаете 1 очко. Ну и, соответственно, если вы проиграли, то в вашем активе 0 очко. Дефузы остаются у стика. Второй армор. Не стал он дропать какие-либо девайсы своим тиммейтам. Мышки, кстати, решили все-таки сделать экономически. Полно экономически. Оставили по 1500 долларов. Денег все равно мало, чтобы в следующем раунде покупать. Стакнулись на B. А Фейзы решили все-таки пойти вместе. И они угадывают. Они выходят на точку A. И тут единственный шанс для команды Маус Спортс. Это хорошие хедшоты от Робса. Но при этом классная раскидка. Смог на джангл. Смог на тикетбокс. И до свидания. Робс никого и ничего не видит. Стягиваются мышки и попробуют сделать выбивание. Смог туда. Смог сюда. Всюду смоки. Да, а Робс не смог. Ну и вот подтянулись здесь тиммейты. Сейчас будет мясо. Делает выпад команда Маус Спортс. Херриган забирает Крис Джей. А Саня отвечает Паулов Мейстеру. Продолжает команда Маус Спортс душить фейзов. Которые укрепились на своих позициях. И Робс ставит отличный хедшот. Рейн неплохо принимает плэн. Стика остается один. Реализовывает свою МПшку. Но бомба слишком плохо для Стика стоит. Бомба хорошая. Но в любом случае три минуса для подобной ситуации. Это круто. Мы видели, что вне позиции абсолютно были игроки команды Маус Спортс. И все равно они сумели забрать троих. Вот сейчас решение. Будет ли бай. Все-таки пистолеты. Плюс хаешка от Саня. Ну в общем все купили по какому-то гану. Ну и хороший бай от команды Фейз. Ну понимает здесь Мауза, что нет смысла вот так вот разгонять свою экономику. Что игра на самом деле не то чтобы выиграна. Нельзя наверное так говорить против команды Фейз Клан. Но уверенность у Маузов то конечно есть. И вот что интересно. Что происходит. Вообще Фейзы идут просто сейчас банально в засаду. Вот мне не нравится позиция Стику. Это плохо. Потому что сейчас Фейзы поймут, что здесь засада. И они сюда просто-напросто не пойдут. И эта засада полностью может себя дискредитировать. Да. Вот что и происходит. В итоге Саня пушит. Олаф Мейстер выходит через коннектор. Пошла стяжечка. Фейзы поняли, что их оппоненты укрепились на Б базе. И перегруппироваются. Стоит у нас Олаф уже в коннекторе. Контроль этап лент. Он не догадывается, что на точке А никого у нас нет. Стак на точке Б пока что проваливается. Потому как сюда ребята из команды Фейз не пойдут. Ну и на Зиге есть неплохой люркер. Рейн скорее всего уберет сейчас Оскара вместе со Стика. Но они действуют грамотно. Рейн заметили. Вот сделал все-таки свой минус и сделал второй килл. Отличная работа от Рейна. Среагировал он классно на Оскара, будучи красным. Ну и Крис Джей вместе с Робсом сейчас подумают еще стоит ли идти. Крис Джей все-таки с Юспом наверное пойдет воевать. А вот Робс в принципе может засейвить первый армор. Замечает Олафа. Он еще может реализовать и 5-7. Но совсем чуть-чуть не хватило. Олаф остался красным. Один с ХП у него. Ну и собственно Крис Джей на джунгли попытался словить Керригана. Но тот все-таки перестрелял его. Благо опять же у его оппонента не было армора. И соответственно это было сделано очень легко. Так. Мауза. Что у нас по раскладам? Готовы фокусить миддл? Два ВП в защите. Крис Джей и Оскар. Ну тут вроде как сетап прозрачный. Хотя команда Мауз Спортс нет. Я бы не сказал, что сетап прозрачный. Потому что они используют постоянно разные комбинации. И вот даже сейчас я подумал, что один авик станет на А на тиккетбокс. А нет. Один авик станет на Б, а второй в окне. То есть второй на шарте, а второй в окне. Ну и вот в общем-то фейзы довольно уже агрессивно действует в Б доме. Олаф Мейстер с бомбой и готов какой-то смог внедрить. То есть фейзы похожи на то, что делать какой-то фейк. Потому что есть еще люркер под А. Это Нико. Но бомба при этом все еще находится в районе Б дома. Ситуация пока 5 на 5. Чекает Крис Джей Миддл. Собирает инфу. Понимает, что здесь где-то никого нет. Летят гранаты при этом на точке Б. Фейзы не сразу выходят под эти банки. Сначала контролируют важные позиции. Ну и Стика готов принимать этот выход. Тем временем Рейн забрал Сани. Стика выходит, падает. Олаф Мейстер минус Стика погибает Крис Джей. Во всех направлениях действует команда Фейз. Ну и Маус Спортс не до конца понимает, куда же пойдут фейзы. Но Робс благо перестреливает неплохо. Стикет Бокса моментально двоих. Но бомба в любом случае идет на плент А. И этот выход мышки все-таки не прочитали. Потому как по инфистика он видел оппонентов на точке Б. В итоге Оскар Робс против Керригана и Олаф Мейстера. Там возможно даже бомбу видел, не? Может быть. Может быть, да. Но в любом случае Мауза сейчас без позиции. И Оскар находит фраг по Керригану. Керриган, я так понимаю, решил пропушить джангл. И здесь он был уже сам без позиции. О-о-о-о-о! Вот это спрей от бога, Олаф Мейстер. Как же четко он сейчас законтролил свой Калашников. Старый добрый Олаф Мейстер. Два минуса. И команда Фейз Клан возвращается в эту игру. Несмотря на провальный счет в первой половине. Уже 13.8 и эко у Мауз Спорс. Трипл килл от Клач Мейстера. И тут, конечно, действительно Олаф был великолепен. Просто шикарен. Мауз Спорс в лице Оскара. Поджали андерпасс. И уже Олаф Мейстер откинул ювелирную картошечку. Которая упала прям под ноги Оскару. Ну и раунд такой экономический у команды Мауз Спорс. Но ребята могут предложить неплохие тяжелые пистолеты. Диглые ЦЗшки. Робс с Дезерт Иглом пока что находится возле ямы. Готов принимать возможного игрока. Но, как мы видим, в той позиции ближе всего находится Ника. И тот действует на коврах. Но, скорее всего, Робс будет одновременно проверять две позиции. Уходят Фейз за бомбой. Минута 10 до конца. Еще могут выбрать для себя любую позицию. Приняли решение выйти все-таки на точку А. И как раз таки на Робса. Который ямку-то просматривает. И мы знаем, этот парень умеет круто стрелять с Дезерт Иглом. А может быть, продемонстрирует нам сейчас урок. А вот уже в чатике подъехали специалисты, которые поставили на Кэп 7. Вот оно вот такое. Да, немного поставил, но, тем не менее, на мороженка хватит. Олоф Мейстер делает минус по Робсу. Ника пытается выйти с ковров, но при этом его оставляют красным. Что, в общем-то, здесь не удел. Нет, все-таки делает фраг по Крис-Джею. Стика находит фраг по Керригану. Стика два минуса. Два в три ситуации. Стика, я так понимаю, не собирается сдаваться. И команда Моу Спорт сейчас в лице Стика и Сани могут вообще попробовать взять этот раунд. Шансы у них пока что неплохие. Все-таки есть Калашников и Дезерт Игл. Тем более Стика сейчас может продемонстрировать нам, как нужно стрелять. Дропает Калашников своему тиммейту. Нет, правда, диффузов у Моу Спортса. Нет смока. Надо активнее двигаться. Очень долго они много времени тратят на ретейк. И все, уже надо уходить на стейк. Ну, тут в этом случае хорошо сыграли Фейза. Они не подставлялись, не стали стреляться. Так халдили на этом пятачке в районе бомбы. И в итоге команда Моу Спортс в лице раунд отдает. 13-9 в пользу мышек по-прежнему, но уже пятый раунд подряд берет команда Фейз. Фейз и не собирается останавливаться. Это раунд, а всего только один в защите у Моузов. И вот они проблемы. Вот они проблемы для мышек. Два ВП в защите. Сейчас такой сетап, Калаш, две эмочки. Ну и может быть уже что-то надо новенькое? Какие-то концептуальные решения стоит, я думаю, предложить команде Моу Спортс против Фейзов. Ну вот, вспоминал я недавно, опять же, Ликвид. Ликвид, которые неплохо играли Мираж, но, конечно, в конечном итоге его и проиграли на Катавице. Один из самых важнейших матчей. Но вот Ликвид делали очень интересный мув, они поджимали вдвоем ковры. Вот если бы Моуза что-нибудь подобное добавили в свою тактику, в свою игру в защите, это могло им очень помочь. Выход на Б. Рейн на белом фургоне проверяет задний план. Крис Жей тем временем в библиотеке. Замечает Рейн Криса Джей. Тут в смоках близко стоит стик, его никто не проверяет. Интересная позиция, а не стандартная. Команду Фейзов заставила врасплох. Но Рейн забрал все-таки своего оппонента. Однако Крис Жей что творит на заднем планте? Минус три. От снайпера команды Маус Спортс. Ника последний игрок Фейз. Это Крис Жей, который ставит точку в этом раунде. 14-9. Мышки берут наконец-таки бой в защите. Но все-таки экономика команды Фейз на серьезном уровне. И нас ждет очередной байраунд. Смотрим. Смотрим. Игра накаляется до предела. Коэффициенты горят. Ставки горят. Дамы и господа. Все самое интересное в ближайшие 5-10 минут на канале КС Руха. Папля вас комментирует Арсений Сеня Треноженко и Алексей Ухом Малецкий. Я вам очень люблю, друзья. Супер. У тебя уже получается. Немножко еще потренироваться. Ты тоже неплохо комментируешь сегодня. Мне нравится. Не смотришь в телефон. Там не отвлекаешься на собаку. Все хорошо. Молодец. Такой матч. Такой матч. Маус Спортс против Фейз. Когда мы еще посмотрим подобное сражение. Все-таки второе место. Им Котовица. И чемпионы Старладера. Команда, которая совсем недавно обыграла великих и непобедимых Na'Vi. Оно того стоит. Да, ведь рожденные побеждать, они не просто так именно называются, да, рожденные побеждать. Они все-таки рождены для побед. Ждем. Ждем. Ну, второе место тоже неплохо. Сани на голове. Тут прием от Маузов. Быстрого выхода от Фейзов. Как раз таки на базу. И Сани полностью проварганил все это дело. У Робса проблемы. Он отходит на тикетбокс поглубже. И ритейк 4 в 5 с двумя АВП. Не самый перспективный сейчас предстоит команде Моу Спортс. Ну, Фейзы, кстати, уже начинают обходить своих соперников. А мышки непонятно зачем решили все-таки сделать это выбивание. У Рейна была отличная позиция. Робс не ожидал его видеть на ближнем ящике. Керриган, как я и говорил, обходит сейчас мышек. И тут вряд ли получится даже засейвить, если честно. Потому что что Ника, что Керриган могут делать свои минусы. Криджей дождался. Все-таки Ника услышал оппонента. Керриган через зиг. Замечает стика. Но тот тоже сделал свой килл. Олаф идет все-таки выбивать девайсы. Понимает ребята из команды Фейз. Насколько важно сейчас оставить мышек без средств существования. Олаф попадает по Криджей. И все-таки сейвит команда Мау Спортс. Ну три засейвила. По идее Санни вместе с Робсом должны получать девайсы от своих тиммейтов. В частности Астика и Криса Джей. Что будут покупать, да, мышки? Будут покупать. Действительно три засейвила и девайса надо это делать. Но игра все еще, все еще. Ну вот я даже не думал, что после второй половины Фейз вернутся. Вот они как проснулись, знаешь. Начали играть. Начали играть в свою игру. И в принципе довольно разнопланово действует в целом. Но вот сейчас опять попытаются выйти на точку А. Видимо это связано с тем, что Мауза просто не будут два раза подряд ожидать именно выхода под А-пленд. Но здесь у Робса глубокий смок. Он может отыграть неплохо. Откидывает молотов. Пока стопит. И Робс в целом играет без хилпы. Ну практически. Вот Санни есть тут под коннектором. Но пропустит вероятно удар. Интересное кстати решение от Робса. Он стоял вплотную. Откинул коктейль молотова. Решил все-таки сыграть сейвого на КТ спауне. Решение интересное тем, что он грубо говоря отсюда не факт, что сделает какие-то минусы. Ну ошиблись видимо сейчас игроки команды фейс. Тем временем пуш джангла. Санни. Санни горит. 50 хп остается. Мышки не стали ввязываться в прямые перестрелки. И снова вне позиции. Мауз Спортс. Опять нужно задуматься, есть ли резон выбивания делать. Они никаких киллов не сделали. Позиции классные у фейсов. Опять обход от Керригана. На джангле при этом находится Рейн. И все-таки мышки решили сделать выбивание. Но это опасное решение. Оскар чекает сейчас ковры. Моментально забирает Олафа. Смог на бомбу. Проверяет джангл. Еще один минус. Еще один смог. Робс. Нужно дифузить бомбу. Не знаю, заметили ли сейчас игрока команды Мауз Спортс. Ника забирает Стика. Но бомба-то дифузится. И все равно команда Мауз Спортс берет этот раунд. Вот это жесть. 15-10 за мышками. Да, неплохой ретейк. Красивый раунд. Действительно все это выглядело очень красиво. Со всех сторон. Абсолютно каждого игрока. Красота контрстрайков в таких раундах. Когда делается ретейк. Когда подключаются герои. Начинают штамповать. И мы видим вот такое вот завершение. Ну, Керриган на самом деле, наверное, был ключом. Но опять же, когда лежали смоки на планте. Очень тяжело все это дело. Перестреливать. Убивать в дым. И опять же, бомба дифузится. Все очень-очень тонко было для команды Фейс Клан. Хотя вышли неплохо. Но Мауза решили отдать плент и делать ретейк. 15-10. 5 матч-поинтов для Маузов. И укрепление медла. Коннектор, шорт и окно. От мышек. Олаф Мейстер стоит у нас при этом под Б. Оскар уже сумел забрать Гардиана. В меньшинстве Фейс Клан. Один раунд нужно взять мышкам, дабы победить на карте Деймираж. И пока что Фейс думает, в каком направлении все-таки нужно действовать. Олаф Мейстер все так же проверяет мидл. Тем временем Сани в коннекторе вместе с Оскаром. Тут рядом с ними два оппонента. Роб щелкает Ника. Загулял у нас игрок команды Фейс. Ну, на Ника, видимо, была задача забрать кого-нибудь на Плэнтиас. Ловить тайминг. Он его не ловит. И Олаф Керриган Рейн втроем на центре. Шансов, конечно же, немного. Ну, будет попытка. У нас тут есть хорошие стрелки в этой троице. Да, и в принципе, это Керриган, которому тяжело с точки зрения стрельбы выделяться среди таких монстров, которые играют с ним в команде. Керриган периодически все-таки показывает хороший уровень игры и хорошую стрельбу. Ну, вот сейчас неплохое решение. Зайти через шорт на базу Б, но здесь Оскар. Оскар очень хорош. Он был в окне. Снимает Керриган. А Крис Джей также забирает Олаф Мейстера. И последний Рейн падает. Так и не дошел до плэнта. Ну, 16-10. Хорошая игра. Хорошая попытка от Фейсклан. Но все-таки это поражение. Три очка для команды Моу Спортс. И мы, друзья, с вами выдвигаемся на карту.